МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Кем ты будешь, когда вырастешь? Кем ты хочешь стать?" спрашивают детей еще в детстве. Детей привлекает то, что постоянно на виду, то, о чем говорят. Будут звездой, певицей, дизайнером. Ну или как папа-программистом. И причем многие даже не догадываются об огромном многообразии профессий. Помочь школьникам с выбором может неделя профориентации. Работа и все, что с ней связано, занимает большую часть нашей жизни. Правильно выбрать профессию значит чувствовать себя нужным людям, получать радость от труда, реализовывать в полной мере свои способности и таланты. В наше время дети чаще всего выбирают профессии, такие как экономисты, юристы. Хотя сейчас требуется профессия, скажем, вроде более рабочая. И вот наша работа, как профориентаторы, моя работа, показать им, что профессии бывают разные. Ты всегда мечтал стать воспитателем в детском саду, потому что любишь детей. Но по большому счету даже близко не знаешь, что для этого нужно и сколько всего должен уметь современный воспитатель. Любить детей – важная составляющая профессии, но далеко не единственная. Еще когда я сама была в детском саду, мне очень нравилась эта профессия. Я смотрела на своего воспитателя, и она была моим кумиром. Мы сами посещали такие мастер-классы, и они повлияли на наш выбор. И мы решили стать воспитателями. Чебоксарский профессиональный колледж имени Никольского уже не первый раз проводят такие недели профориентации. Учащиеся разных школ приходят сюда и знакомятся с различными направлениями деятельности современного воспитателя. Одно из них – умение развить мелкую моторику ребенка. Здесь на помощь воспитателям приходит песочная терапия. Сейчас в современных детских садах есть зоны с пособиями и играми из природного материала. И, пожалуй, песок – самый популярный из них. Вот этот вот генестетический песок для взрослых людей, он в первую очередь как релаксационный материал используется. С ним вообще ничего, в принципе, делать не нужно. Просто мы не выявляемся, и все, потрогали, из руки в руку переложили, какую-то фигурку там попытались лепить, и уже вот прям все прекрасно. Бесероплетение – еще одна техника для развития мелкой моторики. Тут дошкольные будущие воспитатели у нас учатся. Данный предмет очень интересный – практику по художественной обработке материала. То есть наши студенты разные виды творчества проходят, изучают бесероплетение, вязание, вышивание и занятие. То есть скрабуки – очень много разных техник. Дети, потому что должны развиваться. И наши студенты этим видом разным учатся. К нам приходят и школы, и школьники тоже с удовольствием включаются к нам в работу. И вместе творим будущие абитуриенты. Они же, если изнутри не посмотрят профессию, им сложно выбрать. А когда сюда они приходят, они видят изнутри, чем мы занимаемся, что делаем. И какие профессии интересные, им они лучше выберут. Мне так кажется. Вероника Музыкова уже определилась со своим будущим. А помогли ей в этом две ее сестренки. Веронике нравится с ними играть, их учить. И по окончании колледжа она собирается пойти работать в детский сад. Поэтому такие занятия посещает с удовольствием. Мастер-классы нужны для того, чтобы примерить роль. Если тебе понравится, то в дальнейшем можно связать свою жизнь с этим. Есть специальная программа, которая будет обучать детей различным. Душеванию, например. Крестиками за нитью. Вязание. Поделки из песка. Глина. Вот это вот все мы должны уметь делать. Дети самим научиться для того, чтобы обучать детей. Потому что если и ты не знаешь, то и ты не сможешь научить в дальнейшем детей. Конечно, рукоделие – вещь нужная. Но дети на то и дети, что им просто не усидеть на месте. Поэтому они так любят занятия танцами и физической культурой. Научить их и тому, и другому может воспитатель, закончивший профколледж имени Никольского. Дети иногда маленькие, пятилетки, наверное, приходят. Они играют обычно. И с самого раннего детства они становятся лучше. И когда они ко мне приходят, я из них делаю людей. То есть они не шатаются где-то по подъездам. Они становятся нормальными людьми. И для того, чтобы мне быть официальным тренером, я решила прийти сюда учиться. Заинтересовать современного ребенка задача непростая. В век информационных технологий, когда он с пеленок может включить мультик на планшете или телефоне, процесс образования тоже должен быть автоматизирован. В колледже Никольского нашли выход. Создали свой планетарий. Его определенно оценили школьники. Мне очень понравилась планетария, потому что там рассказали о державах, которые были на Луне. Как они приземлялись, были снимки. Как продвигалась картическая программа на Луне. И как она сейчас продвигается в наше время. Все видно наглядно и интересно. Планетарий интереснее узнавать, чем в интернете. Так как все можно посмотреть и увидеть по-своему. Студенты колледжа не только показывают видео о звездах и космосе, но и сами его монтируют и проводят экскурсии в мобильном планетарии. В итоге свои результаты студенты демонстрируют и на экзаменах, и участвуют в чемпионатах молодые профессионалы по компетенции дошкольное образование. Познакомиться с новой профессией, с будущей, можно заранее. Союз молодые профессионалы запускает проект для школьников профориентационный билет в будущее. Мы тоже хотим принять активное участие в данном проекте, потому что опыт работы со школьниками у нас уже есть. В 2017 году в рамках шестого регионального чемпионата молодые профессионалы в компетенции дошкольное воспитание принимали участие три школьницы в возрасте от 14 до 16 лет. Они с успехом справились с заданием, провели виртуальную экскурсию и занятия по робототехнике. Поэтому мы будем очень рады, если школьники придут к нам в колледж обучаться по разным профессиям, как техническим, так и педагогическим. Софья Матвеева – одна из участниц этого чемпионата. Сначала я волновалась, но для нас, юниоров, преподаватели колледжа организовали обучение. Благодаря им я справилась со всеми заданиями. В итоге получила массу приятных впечатлений. Самое главное – профессия педагога стала для меня интересной. Чем старше ребенок, тем сложнее его заинтересовать. И то, что привлечет воспитанника детского сада, может уже не впечатлить ученика начальных классов. В колледже главные инструменты учителя – доску «Имел» – заменяют на инновационные средства. Интерактивную доску, систему голосования, документ, камеру. Это инновационное оборудование нам позволяет, в первую очередь, ускорить темп урока. Поскольку можно придумать разные какие-то задания. И учитывая то, что у нас дети любят гаджеты, и то, что любят, а даже используют. И учитель должен как-то работать и развиваться многое со временем. Наша как раз первостепенная задача преподавателей стоит в том, что в первую очередь желательно хорошо, чтобы развиваться нам самим. А дальше уже мы обучаем студентов, чтобы они могли не только работать в тех школах, в которых имеется современное оборудование, но и знания, которые они получили в стенах нашего колледжа, могли использовать с любым оборудованием, которое есть в школах, даже в обычных. На неделе профориентации школьники могли познакомиться и с направлением графический дизайн. Причем не просто посмотреть, как это делается, но и сами попробовать что-нибудь нарисовать. В будущем я хочу стать инженером-строителем. Пришел сюда на курсы. Весьма интересно. Графический дизайн. Все-таки я вижу что-то общее между профессиями этими. Можно реализовать свою мысль, можно начертить план. То есть показать то, что ты хочешь. И это, я считаю, весьма нужным в жизни. Оно пригодится. Я считаю, это очень полезно. То есть человек, который приходит сюда, он дает себе отчет. То есть он понимает, что ему нужно, что он хочет. Он отсекает ненужное и заостряет внимание на необходимое. Токари, слесари, электросварщики. Сейчас это самые востребованные рабочие профессии в России. Люди, которые выбрали для себя это направление деятельности, никогда не останутся без работы. Из года в год растет популярность рабочих профессий. Все больше увеличивается их престиж, и, можно сказать, возвращается понятие быть рабочим модно. Например, Максим Чугаров в Чебоксарском машиностроительном техникуме освоил аж две профессии. Оператор станков с ЧПУ и станочник широкого профиля. Но и на этом не закончил обучение. Сейчас Максим учится на технико-технолога. Важность данной профессии является то, что она востребована сейчас на рынке труда. То, что эти специалисты получают высокую заработную плату. Условия труда благоприятны для карьерного роста, допустим. Профессия мне нравится тем, что нужно создавать собственные техпроцессы, детали, как их правильно обработать. Связано с выбором разных инструментов, разных приспособлений. Здесь нужно думать, как детали нужно обработать, какими способами. Для этого нужна фантазия. Не только справочники, но и углубленное знание. Для чего нужно программирование на станках с числовым программным обеспечением и как это делать? Все это ученикам рассказали на одном из мастер-классов. Принцип работы, как мне кажется, довольно-таки сложный для новичков. Для тех, кто умеет работать, будет довольно просто. Довольно-таки интересно. Узнал много нового. Такие недели профилитации проводятся для того, чтобы школьники могли определиться с будущей профессией. Но все же самое интересное – попробовать самим постоять у станка и вырезать деталь. Эти школьники уже два месяца посещают профориентационные занятия в токарной мастерской. Правда, резать металл им пока нельзя, поэтому они обходятся деревом. За два месяца они должны освоить принцип работы на станках. Как включать, как подходить, какие средства безопасности использовать. На станках работать интересно и, в принципе, очень полезно. То есть сейчас распространено машиностроение, и мы просто обучаем их основам. Мы сейчас сделали изделие диреканное под названием «Гиря». Мы сначала затачиваем деталь, а потом уже вырезали. Мне нравится это направление, потому что можно сделать разные изделия. Можно познавать новое машиностроение. Ну и, в общем, мне интересна эта профессия. Следом за токарной мастерской школьники переместились во фрезерную. Это станки фрезерной группы. Здесь происходит фрезерная обработка деталей. Все, что... Ну, у нас токарные все тела вращения. Все, что нельзя попрутить, повертеть, закрепляется здесь, в этих тисках, в этих саблениях, и уже обрабатывается. Сейчас новая эра вот этих станков с числовым программным управлением. Они довольно-таки очень востребованы, эти станки. И операторов на этих станках их не хватает. В дальнейшем, если ребята пойдут на эту специальность, у них довольно-таки очень хорошее будущее будет. Раньше это была трудоемкая работа, все приходилось делать вручную. Но теперь достаточно написать программу, а станок сам подаст, сам обработает и выпустит готовую деталь. Даже переносить детали самому не нужно, для этого есть специальное оборудование. И теперь за фрезерными станками могут стоять как парни, так и девушки. Мне понравилось управлять машиной, она была очень большая и классная. Я хожу на неделю профориентации, чтобы посмотреть, кем, в принципе, я могу стать. И это довольно очень интересно. Мне понравилось, это очень увлекательно. Я поняла то, что могут сделать не только мальчики, но и девочки. Педагог сказал то, что появились новые станки, то, что они работают на программе, просто запрограммировать и все, можно выполнить с легкостью и просто наблюдать. После учебы в Чебоксарском машиностроительном техникуме его студентов ждут на ведущих предприятиях республики. Их представители во время недель профориентации рассказывают о предприятии и его деятельности. На этот раз школьникам рассказали о заводе «Промтрактор». Провели экспресс-диагностику, чтобы будущие абитуриенты поняли, какая профессия им подходит. Ежегодно мы проводим мониторинг поступления и видим, что недели профориентации делают свое дело. Современный мир предъявляет новые требования к рабочему, введены в действие профстандарты. Мы перешли на федеральные государственные образовательные стандарты «Поток-50». Это перечень 50 наиболее приоритетных профессий и специальностей, востребованных экономикой России. Как молодому человеку, будущему, нашему абитуриенту, ориентироваться в этом выборе большого количества новых профессий? Только через ознакомление с ними, именно вот в рамках недель профориентации. Стараемся показывать все, но делаем упор, конечно, на те, которые наиболее востребованы экономикой Чувашии. Это как раз рабочие профессии. 10 тысяч человек, все профессиональные образовательные организации, 8 центров инсталляции и рабочих профессий. Таков охват недели профориентации, и это дает результат. Количество девятиклассников, которые выбирают профессиональные образовательные учреждения, с каждым годом увеличивается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова